Одним из самых узнаваемых элементов военного обмундирования танкиста является танковый шлем, постепенно превратившийся в шлемофон. Подобные головные уборы всегда выполняли одни и те же функции защиты танкиста от травм и обеспечения связи. Однако, исторически танковые шлемы имели довольно сильные конструктивные и визуальные различия. Более того, прообразом первых танковых шлемов в разных странах послужили совершенно разные головные уборы. Первые танки появились на полях сражения лишь в ходе Первой мировой войны. Стоит отметить, что эти железные монстры не отличались особо технологичностью, а уж о комфорте работы членов их экипажа не приходилось даже и говорить. Служба первых танкистов была, мягко говоря, некомфортной. Теснота, выхлопные газы, жар от работы двигателя, запах горючего, сильные тряски при движении. Вот лишь небольшой перечень того, с чем приходилось столкнуться первым танкистам. В случае попадания в танк снаряда экипаж запросто мог лишиться зрения из-за мелких осколков и раскаленных брызг металла. Обычную бытовую травму, ударившись головой при неловком движении, можно было получить и в стоящем на месте танке. Так как грозные боевые машины появились на полях боя в разгар войны, специальной униформы для танкистов просто не существовало. Первоначально их снабдили тем, что было под рукой. В Англии для танкистов специально модернизировали уже имеющий пехотный шлем МК-1, который из-за своей формы известен в простонародье как тазик. Данный шлем изготавливался из плава и стали и марганца. По этой причине первый английский шлем практически не магнитился. При этом они имели всего один размер. Толщина используемой стали составляла 0,9 мм. Масса шлема МК-1 950 граммов. В данном шлеме устанавливали подшлемник, который был выполнен из ващенной ткани, под которой крепилась веревочная сетка, предназначенная для регулировки размера подшлемника. Сам подшлемник крепился при помощи одной клепки, которая была расположена в центре части купола шлема. К куполу с внутренней стороны была прикреплена антисептическая хлопковая подкладка, которая предназначалась для впитывания пота. Первоначально шлемы красили в цвет хаки. Изредка уже в полевых условиях наносили на него камуфляз. Позднее шлемы солдаты вспомогательных частей начали окрашивать темно-синий или черный цвет. В 1916 годах при окрашивании в краску добавляли песок для того, чтобы устранить ненужный блеск. В июне 1916 года специально созданный при этом департамент снабжения комитет по защите глаз военнослужащих создал новую версию шлема Круз-1, который был назван так в честь главы данного комитета капитана Ричальда Круза. Особенностью данного шлема стала толстая кольчужная маска с мелкими ячейками. Данная маска крепилась к шлему на специальной проволочной дужке. Фиксировалась она с помощью цепочки крепилась или к подбородному рябшку, который солдат в этом случае должен был закинуть под затылок или к задней части полей самого шлема. Первоначально данный шлем разрабатывался для нужд окопной войны. Им же должны были вооружаться сигнальщики и артиллеристы. Однако шлем пригодился и первым танкистам. В 1916 году был выпущен улучшенный вариант шлема, получивший название Круз-2. В нем кольчужную маску дополнили специальным рычажком-наносником. Небольшая с виду деталь выполняла сразу две функции. В боевое положение данный наносник предотвращал контакт кожи с танкиста с металлом. А во время газовой атаки или если внутри танка становилось просто нечем дышать из-за дыма и пороховых газов, экипаж боевой машины надевал противогаз и с помощью данного рычажка-наносника фиксировал кольчужную маску на наружной части шлема. Во Франции разрабатывали танковый шлем, также начали на базе обычной пехотной модели, взяв за основу пехотную каску образца 1915 года системы Югоста Лу Андриана. Стоит отметить, что шлем Адриана стал одним из самых известных символов всей Первой мировой войны. Он широко использовался не только во французской армии, но и в десятки других стран, которые включили Юго в состав экипировки своих солдат. Среди этих стран была и Россия. Данная каска производилась из стального листа толщиной 0,7 мм, а ее вес обычно составлял 700-800 грамм, варьируясь в зависимости от размера, которые были три, в отличие от единственного размера английского шлема МК-1. Решение разработать шлем непосредственно для танкистов было принято Адрианом в сентябре 1917 года. Работая над новой вариацией своей каски, он заменил передний кузырек, закрепив на его месте толстый противоударный валик, который был выполнен из темной кожи. Также на шлеме появилась эмблема штурмовой артиллерии. С октября 1917 года рыцарский шлем типа арме, который был наложен на скрещенные пушечные стволы. Подобранный ремень, толстый подшлемник, амортизатор, лепестковый подстуленник были выполнены из коричневой кожи. Данный шлем красили в темно-синие цвета, цвет горизонта. В комплекте с танковым шлемом Адриана образца 1917 года, у которого не было забрала, шли и шоферские или авиационные очки. Однако некоторые танкисты в бою для защиты лица цепляли к шлему специальную кожаную или стальную маску с очками желези и подвесной кольчужной бродой. Данные маски французские танкисты во времен Первой мировой войны позаимствовали у пехотинцев. В пехоте они достаточно часто использовали наблюдателями в окопах. Маски были призваны защитить танкистов от небольших пулевых осколков, от колов с внутренней стороны брони и свинцовых брызг. Это было необходимо, так как немецкая пехота с начала применения стальных монстров на поле боя начала концентрировать ружейный пулеметный огонь на открытых смотровых щелях танка. По этой причине ранение лица и глаз составляло существенный процент раненых членов танкового экипажа. При этом и английские и французские танкисты в годы Первой мировой войны часто шли в бой в противогазах вне зависимости от того, проводит противник газовую атаку или нет. В нашей стране найти человека, который бы не знал о том, как выглядит шлем танкиста, сегодня практически нереально. Если речь не идет о малых детях, о том, почему для танкового шлема в Советском Союзе был выбран именно такой силуэт и формы, сказать трудно. Известно лишь, что знакомый нам танковый шлем появился еще в 1934 году, при этом претерпел до Второй мировой войны еще ряд модернизаций. Войну советские танкисты встречали в шлемах образца 1938 года. Радиооборудованием авиационного типа шлем начали оснащать только в конце 1942 года, после чего и переименовали в шлемофон. А в простонародье новая версия танкового шлема получила прозвище «Говорящая ШАП». Согласно техническому условию 1938 года предусматривалось несколько вариантов шлемов для советских танкистов. Кожаный, крытый кирзой и из кирзы и меховой. Кожаный шлем танкиста шили из черного шеврета. В качестве подкладки использовали темно-синяя байка. От лба к затылку на шлеме находились три валика, выполнившие роль амортизатора. В передней части располагался налобник. С боков шлема располагался или один валик, который пришивали по центру или три, расположенные веером. Обязательным элементом советского танкового шлема были клапана, которые призваны были защищать уши танкиста. Все валики или ребра наполнялись конским волосом. В более поздних моделях шлемов для этой цели использовали техническое волокно. Уже в годы Отечественной войны в увеличенных пазухах и специальных карманах на клапанах шлема стали размещать радиооборудование. Увальные чашки, ларингофонов или телефонов, а также соединительные шнуры. Советский шлемофон, как собственно и практически всю советскую военную машину, отличались неким консерватизмом. По этой причине за практически 80 лет своего существования танковый шлем не перетерпел никаких особых изменений. А в США над созданием собственного танкового шлема задумались лишь в 1938 году. Согласно техническому заданию, он должен был быть легким и одновременно прочным, обладать хорошей вентиляцией, легко сниматься и надеваться. Также он должен был быть обязательно приспособлен для размещения наушников радиосвязи. Победителем конкурса на создание танкового шлема стала компания Ravling Manufacturing Corporation, которая представила в 1940 году свою разработку, получившую обозначение M1938. При этом за основу танкового шлема был взят защитный головной убор, который использовали спортсмены, играющие в американский футбол. Первый американский танковый шлем производился из спрессованного химического волокна. Для вентиляции на нем имелось 10 отверстий. Накладки на кожаный клапан для защиты ушей и так называемое заднее крыло, которые крепились к шлему и предназначалось для защиты затылок части головы танкиста. Производились из того же материала. В боковых крыльях шлема M1938 были оборудованы отверстия для установки наушников. Внутри шлема находился подшлемник, который представлял собой 4 лепестка из кожи, соединенных в верхней части при помощи шнура. Данный шлем никак не защищал танкиста от пуль и осколков, но отличался легкостью конструкции. Весил всего 500 грамм. При выходе из танка танки смог легко надеть поверх танкового шлема стандартный американский стальной шлем M1. Первые партии этих шлемов попали в американскую армию в конце 1941 года и показали себе в самой лучшей стороны. По этой причине правительство США приняло решение об их массовом выпуске. К концу войны над выпуском этих полуспортивных уродцев внешне шлем был не самый привлекательный. Трудились как минимум 4 крупные корпорации. Шлем был очень популярен среди танкистов и даже экспортировался в Австралию, Великобританию, Китай и Израиль. Американские танкисты использовали данный шлем вплоть до конца войны во Вьетнаме. Немецкий танковый экипаж в годы Первой мировой войны мало чем отличались от своих английских или французских коллег. Для защиты голов они использовали кожаные амортизированные шлемы с защитными валиками, которые напоминали те, что уже носили авиаторы. Или упрощенные версии, которые своей формой напоминали шлем английских пехотинцев. Для того, чтобы защитить свое лицо, они использовали маски из металла и кожи с прорезами для глаз, на которых сверху обычно надевали очки консервы. Также к этой маске могла крепиться кульчужная борода, которая должна была защищать от осколков в области шеи танкиста. В таком облачении немецкий танкист представлял собой весьма устрашающее зрелище. Интересно, но в годы Второй мировой войны немецкие танкисты шлемов не использовали. При этом защитный головной убор, созданный еще до войны, у них имелся. По сути, представлял собой обыкновенный берет. Немецкий танковый шлем состоял из двух частей. Большая мягкая берета и подшлемника, который непосредственно и облегал голову. Берет был надет поверх подбитого войлоком подшлемника, накленчатой подкладкой и вплотную подгонялся к подшлемнику. Сам подшлемник обтягивался с шерстяной тканью черного цвета. Уже во время кампании в Польше голову немецких танкистов покрывала лишь пилотка. Причина отказа немцев от шлемов до сих пор является предметом ожесточенных споров, как между экспертами, так и любителями. По одной из версий, довоенные немецкие танковые шлемы просто не стыковались с радиооборудованием, на которое очень серьезно полагались немецкие танковые части с самого начала Второй мировой войны. По другой версии, в немецких танках было достаточно просторно и комфортно, поэтому защита головы не требовалось. Так или иначе, за весь период войны в Панцерваффе так и не было введено специального головного убора, который танкисты носили бы именно в танке. В России существует свидетельство о том, что разработка танкового шлема велась в Германии в 40-е году, но дальше экспериментальных образцов дело не пошло. Любопытный курьез представляет тот факт, что в некоторых советских кинолентах, которые были посвящены событиям Великой Отечественной войны, немецкие танкисты изображались в танковых шлемах. При этом, в каждом фильме они разные. Одним из самых ярких примеров стал четырехсерийный фильм «Блокада». По причине незнания или непонимания, как можно управлять грозной боевой машиной без защиты головы. Весь фильм немецкие танкисты щеголяли в шлемах, похожих на итальянские, которые в годы войны применялись союзниками гитлеровцев, итальянцами, румынами, венграми. Сами же эти шлемы из фильма, по всей видимости, представляли собой стеклопластиковые шлемы для занятия мотоспортом, украшенные в черный цвет. Если говорить об итальянских танковых шлемах, то к началу 1930-м годам танкисты этой страны носили защиты авиационные шлемы. Однако в 1935 году в армию поступил новый шлем, получивший обозначение М1935. Купол этого шлема изготавливался из волокон и сверху обтягивался кожей. Поля шлема были проложены специальным валиком, который наполнялся технической ватой. Валик должен был служить для гашения силы дара. В отличие от многих других танковых шлемов тех лет, у итальянских шлемов отсутствовали крылья по бокам и сзади. Вместо них присутствовали прямоугольный кусок кожи, который был пришит к шлему по типу площад. Глаза итальянских танкистов обычно прикрывали авиационными очками. Итальянский танковый шлем отличался просто той своей конструкцией и технологическим решением. Однако зарекомендовал себя достаточно неплохо. Более того, танковый шлем М1935 стал одним из немногих, которые позднее перекочевали из танковых и в другие рода войск. К примеру, в итальянской армии считалось нормальной практикой, когда танковыми шлемами снабжались десантные части. Позднее в качестве головного убора его начали носить и полицейские моточасти. Данный танковый шлем почти без изменения продолжал служить итальянским военным вплоть до 60-х годов. За это время он успел послужить прообразом для создания танковых шлемов в нескольких странах Европы. К примеру, в Венгрии данный шлем модифицировали, заменили боковые вентиляционные отверстия на крепления для средств связи. Японский танковый шлем образца 1938 года был необычен, но, пожалуй, выглядел лучше, чем многие японские танки. Этот танковый шлем представлял собой пробковый полусферический каркас, который сверху был обтянут хлопчатобумажной тканью коричневого цвета. Тканевый чехол шлема образовывали шесть треугольных лоскутков, которые были сшиты между собой. В верхней части купола, где сходились лоскутки ткани, имелось единственное вентиляционное отверстие. Данный танковый шлем, как и американский, напоминал о спорте, представляя собой военное подобие жокейного шлема. В передней и нижней части шлема на решитой ткани пятиугольной кокарте размещалась тканевая пятиугольная звезда. На голове танкиста шлем удерживался при помощи кожаного подбородного ремня и двух клапанов, которым могли крепиться средства радиосвязи. Несмотря на простоту своего внешнего вида, внутренности японского шлема были весьма интересны и были достаточно эффективны, равномерно распределяя энергию удара. 8 векторов лепестков из кожи по 4 с каждой стороны в центре соединялись между собой при помощи шнуровки. Глубину положения головы в шлеме можно было регулировать с помощью шнура, который проходил через отверстия секторов. Как и другие танковые шлемы Второй мировой войны, он не мог защитить своего владельца от пули или осколков. При этом у японского шлема также конструктивно отсутствовались защиты ушей и шеи. Субтитры создавал DimaTorzok